Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, небольшая прелестка. Вчера, перебирая коробку с ножами, мне надо было найти один ножичек, мне случайно попался нож, который довольно частенько у меня был, как говорится, в рюкзачке. Он использовался для каких-то работ. Я его брал на шашлыки выходного дня, еще куда-то. И лежал он так себе в футлярчике и лежал. И так совпало, что этот ножичек попался мне на глаза. И я еще и как-то наткнулся в интернете тоже на неком какие-то посты, видео небольшие там на ютубе по поводу этих ножей. И я так сразу подумал, почему бы его не взять на работу и не проверить в качестве ножа, как говорится, с точки зрения универсальности. Ну, все прекрасно понимают, что этот нож уже сам по себе как бы универсал. Ну, я решил, как говорится, еще раз все это сделать. Обзор на моем канале на этот нож был очень короткий. Там, по-моему, 12 минут. Это он был 6 лет назад. Нож этот у меня уже на протяжении вот такого времени. Нож довольно известный, распространенный. У него очень большая армия почитателей. Он многим нравится. Многие их коллекционируют. Это ножи разных рукоятки, ручки. Ну, в общем, модификации моря. Это нож. Не буду вас томить. Нож-бак. Классика 110. Вот он. В конце моих, как говорится, то, что я сейчас поговорю, увидите небольшой ролик именно по ножу. С точки зрения, как говорится, универсальности. Я его брал именно на работу для того, чтобы посмотреть, ну, какие-то выполнить работы и точно до конца для себя решить. Подходит он, как говорится, на сколько он процентов универсален в работе. Вот. Ну, это для меня. То есть, иногда кто-то, может, будет не согласен с моим мнением. Ну, это все, конечно, вот хорошо, потому что у всех свое мнение, свои взгляды на жизнь и все остальное. Итак, бак 110. Классика. Я не буду долго по нему разговаривать. Кто, как говорится, присоединился. Естественно, я могу вам сказать ТТХ. Ну, тут тоже еще. Ну, тут поналипало. Я его вымывал. Ну, что-то как-то не вымыл. Там ржавчина или мясо. Там, в общем, хрена. Не знаю. Итак, давайте. Для, как говорится, новичков. Для новичков длина 218 миллиметров, до 22 не хватает. Длина клинка тут стандарт 95 миллиметров. Два сантиметра ширина лезвия. Вогнутые спуски. Замок бэклок. Вот такой вот классический бак 110. Классика американского ножестроения. Вес. Да, 204. У меня показал на весах на работе 205 грамм. Довольно-таки увесистый ножичек. Но должен вам сказать, что в реальном работе, вот я сегодня им работал целый день, он реально удобный. Есть два момента, которые не совсем, как бы, в нашем понимании, в быту, они совсем... Ну, эта методика реза не совсем востребована. Им неудобно это резать. Ну, во всем остальном он работает просто. Вот никаких нет проблем. Итак, начинаем. Ну, большинство задач для ножа это нарезка продуктов, колбасы, лучка и всего остального. То есть, форма рукояти у меня я брал специально без подпальцевых выемок. Я держал и такой, и такой в руках, но почему-то я остановился на этом. Ну, теперь, как бы, я посматриваю на другой. Сейчас чуть-чуть отвлекусь. Я очень часто, как говорится, сижу, смотрю на сайте БАК, там где конструктор, там можно собрать разные сталь на клинке поставить, еще что-то, еще что-то. Я сижу и там себе компонирую какие-то там ножи и потом уже, конечно, в итоге я душу жабу. Вот. Душу ее, душу, душу, душу. Ну, никак не могу задушить и убираю все это и выхожу с этого сайта. Потому что прекрасно понимаю, что я получу тот же нож, который есть у меня. Востребован ли он будет так же, как вот этот нож? Не факт. Вот. Чтобы уже начинать собирать просто баки, там, с разными рукоятями, с разными бойствами, с разными ножами, там, с разными клинками и все остальное. Ну, вы сами прекрасно понимаете, сколько это потянет за собой ресурсов. И я поэтому пока остановился только вот на стандартном баке. Здесь сталь на клинке 420HC, хай-карбон. А вот он вот такие вот уже потертые там где-то уже в патине. Бойстер. И это тыльник, обычный бэклок и все остальное. Ну, теперь винируемся к работе. Нож, вот когда его, по крайней мере, я расскажу, как говорится, свои впечатления по данному ножу. То есть, когда начинаешь им работать, понимаешь, что вот им реально вот удобно, классно все это делать. И уже когда в процессе работы начинается полностью какое-то движение, уже перестаешь замечать слегка там, как говорится, ну, чуть-чуть на уровне каком-то там люфт. Вот. Все здесь, не знаю, может, у меня такой экземпляр попался. Вот так вот у меня стоит клин. Клинок. Вот. Защелкивается. Вертикального люфта в замке никакого нет. Заточка здесь, как говорил я, заводская. Я его не перетачивал. Вот. Адский гринт. Там непонятный. Я его просто правил на коже с пастой. И, в принципе, мне этого достаточно. Итак, по работе. Обычным хватом, как мы все вина кухня, им работать очень хорошо, удобно. Обратный хват здесь без нареканий. Рукоять довольно-таки широкая. Большой палец можно расположить на, как говорится, тыльнике рукояти. То есть, какие-то колющие движения. Все это хорошо делать. Единственный вопрос вот такой. Если вы что-то будете резать вот таким вот образом, нужно будет, ну, вскрывать, то вот именно в этом хвате не совсем комфортно держать нож, то есть чувствуется какое-то неудобство. Вот. Волк, что не скажешь, когда делаешь обратно вот таким хватом. Здесь все удобно. Все хорошо. Когда на себя крылок смотрит острие, вернее режущая кромка, здесь уже чуть-чуть есть какие-то нюансы. И вот этот момент, если вы держите там рыбешку, начинаете, как говорится, в спарывание брюшка, тоже не совсем удобно как бы его держать. То есть, он, ну, нет вот этого какого-то упора. И чуть-чуть вот загнутая рукоять, она как бы не совсем комфортно лежит в руке. Можно, но не совсем комфортно. Но остальные все движения, остальные работы, которые выполняете ножом, здесь никаких нареканий нет. Подрезка, это просто класс. То есть, рукоять тяжелая. Вы очень легко чувствуете баланс. Потому что весь основной вес находится у вас в руке. Клиночек практически ни от чем не отягощен. И вы, когда начинаете резать, на видео вы увидите, там я кусочек такой говядины срезал с нее пленки, там где-то еще что-то. То есть, очень легко контролировать, делать тоненький срез. Что справа, как говорится, вернее, слева направо, что справа налево. Причем, нужно, когда вы что-то срезаете, нужно четко позиционировать клинок на разрезаемом материале. Тем более, вот, как я, например, сало срезаю со шкуры. То есть, если вы где-то что-то поворачиваете, он начинает сразу же втыкаться, как говорится, срезать. Ну, опять же, это буквально несколько минут, чтобы нож, чтобы вы привыкли к работе данным ножом. Вот. Что касается стали. Сталь здесь обычная, твердость даже понятия не имею. Вот. В процессе работы я, естественно, его там чуть-чуть поправлял. Вот. Ну, сейчас мы посмотрим, какая у нас здесь достаточная острота на данном ноже. Вот. Ну, чуть-чуть затупился, но это сейчас дело поправимое. Что касается, я где-то читал, не помню, что здесь очень такой тонкий кончик, который там, если вот там где-то что-то ковырять, понятно, если где-то что-то ковырять, именно в кости и еще что-нибудь, можно, конечно, его сломать. Но именно вот благодаря кончику и вот этому радиусу, который, как он здесь сделан, вот такой вот радиус, то есть, в последнем, как говорится, ролике с кухни, большая говяжья нога делалась я и делал обвалку. То есть, и он четко позиционируется, он идет вдоль кости. И, ну, в общем, обвалочка, вот, баком работать просто классно. Геометрия клинка здесь очень-очень такая удачная. Ну, и могут и спуски рез хороший, рез легкий, без всяких проблем, без ничего. Давайте сейчас попробуем его чуть-чуть подправить на пасте. Опять же говорю, вот он у меня 6 лет, как говорится, с заводской заточкой. Меня, в принципе, устраивает по всем параметрам. Я не стремлюсь там, чего его там, зачем перетачивать. Работает и так. Смысла нет, но, я думаю, никакого. Смысла нет никакого. Давайте поперек попробуем. Ну, где-то там он цепляется, но, опять же, все-таки уже ножу достаточное количество лет. Он уже периодически использовался в работе. Вот, в любом случае, там, наверное, какие-то есть, наверное, какие-то там витаминчики, я сегодня рассматривал. Режет. Режет и режет. Ну, бумагу, да, где-то он подрывает, но могу вам сказать, что... Могу вам сказать, что на мясе даже вот такой вот появится, там, да, какой-то серии Тернер, наверное, есть. То есть, он там работает очень хорошо, очень агрессивно, поэтому не стоит особо, как говорится, заморачиваться с этим моментом. Так, строгание. Ну, здесь все четко, легко, как говорится, и непринужденно. Строгаем это дубовый паркетик. Можно строгать очень долго, пока не затупится, потом подправить его на пасте, и все. Ну, что ж, для... Резюмируя все вот эти свои, как говорится, высказывания, могу сказать так, что нож действительно в большинстве своем универсален. Редко где понадобится вспарывающий арест на себя, либо именно на весу вспарывающее движение, как говорится, снизу вверх. Вот, если уже вспороть рыбку там, допустим, то есть, ее положили, подрезали, и все. То есть, либо так, либо так. Никаких проблем здесь нет. Вот. Кстати, еще немаловажный факт, это я показывал на видео, это рукоять, даже если она в жиру, даже если у вас рука влажная, мокрая, жирная, особо рукоять не скользит. То есть, нож контролируемый, нож зажимается, нож позиционируется хорошо в руке, да, проскальзывания какие-то есть, но они настолько не критичные, что, ну, переживать, что у вас рука соскочит на клинок особо не стоит, потому что я несколько раз проверял, и да, вот мне рукоять, ну, стандартный бак 110, вот, даже он намазанный жиром, и этим рукоять не скользит. Скользит, но позволяет выполнять работу без ущерба, без остановки, без ничего. Вот, то есть, и потом со временем она как бы подсыхает, и все, и ваш нож снова в руке, легко контролируемый, то есть, это происходит буквально там за несколько минут, что как бы влага там или жир подсох, все, и вы начинаете дальше работать. Вот это факт, это есть, я проверил несколько раз, меня он действительно вот порадовал этот момент, что в таких работах рукоять остается, нож остается полностью контролируемым. Ну, а на этом все. Сейчас вы посмотрите короткую, небольшой ролик с моей работы, там я выполняю какие-то работы этим ножом. Вот, если у меня многие спрашивают, хочу купить бак 110, стоит ли брать или нет. Я скажу свое мнение, я рекомендую всем завести себе этот нож в бак, да, он может вам не зайти после его покупки, там, но его можно также легко продать, потому что почитатели баков есть, нужно просто по него привыкнуть и просто брать ножом пользоваться. То есть, даже с бюджетной стали 420 Си, без вот этих там, ну, кто хочет с тридцаткой взять, можно с тридцаткой, кто хочет там собрать себе еще какой-то нож, пожалуйста, никаких проблем нет, но бак 110 реально классный нож. Вот на этом все, всего доброго, пока-пока. с точки зрения универсальности. Ну что ж, давайте проверим, вот новый джевок. Кстати, должен сказать, что особо не скользит джевок в мухой руке. То есть держать его удобно. Нужно не точить. Заводская заточка здесь еще родная, я его просто подправлял на коже. И все. Ну, все, пока все хорошо. Смотрим, как будет универсальность дальше продвигаться. Девушка. Смотрите, это вот так. Лучше. Я его просто катал. И чтобы убить, как убить. И еще которыеwatок в мухой руке, я не покажу. И уже будем прибытие. И кем, как универсальность. Уливерсальность, и универсальность, и универсальность. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...